Всем привет, товарищи! И ко мне в руки попала вот такая вот игровая приставка, которая называется SubFunGameSuperGameBox. Вот так эта хрень называется. И хочу сразу схода вам сказать, что это полный отстой. И никогда вам не советую это G покупать. Ни при каких обстоятельствах, ни за какие деньги это G не покупайте. Почему я так говорю? Я сейчас вам об этом расскажу. Дело в том, что я приобрел эту штуку за 800 рублей специально для того, чтобы сделать обзор для вас, да, ну и самому поюзать это устройство. И на самом деле я очень сильно разочаровался. И теперь мне 800 рублей никто не вернет. И если кто-то из вас захочет возместить мои страдания, мои вот эти вот растраты, я буду очень вам благодарен, признателен. И поэтому я укажу в описании номер своей карты. И кто захочет, можете задонатить мне какую-нибудь копейку, чтобы я как бы оправдал это G, так сказать. Ну, давайте приступим к делу. Смотрите, изначально, если мы посмотрим на всю эту хрень, то мы можем увидеть, что здесь кнопки расположены так же, как и вот этот крестик. Тоже крестиком это очень неудобно играть. Потому что, смотрите, здесь вот эти буквы, вот эти вот, это B и B, это A и A. Знаете, это очень неудобно, когда играешь. Вот если бы они располагались, например, вот это B и вот это B, а вот это A, то, возможно, было бы немножечко полегче. А тут в другую сторону, соответственно, когда играешь, очень неудобно. Да и вообще они не должны располагаться вот таким вот ровным крестиком. Ну, это как по мне, видите, мне неудобно, может кому-то будет удобно. Мне лично неудобно. Я считаю это большим недостатком. Смотрите, здесь все очень легко и просто. Видите, кнопка Reset, кнопка Select и кнопка Start и пауза. Видите, SP называется Start, слэш, буква P, пауза. Крестик, обычный крестик. И вот эту хрень сюда зачем-то воткнули, я не знаю. А, я же должен был сказать, что эта консоль, эта приставка поддерживает только лишь Dendy игры. И все, больше ничего. Поэтому вот эта вот хрень здесь, она, знаете, чисто в довесок такая, в качестве заманухи сюда добавлена. Да, она работает как крестик, но мне очень неудобно ею пользоваться. Короче, фуфляндия полнейшая. Давайте начнем из глобальных минусов. Вот смотрите, первый минус это в том, что сюда вообще нельзя поставить никакую флеш-карту. То есть нельзя расширить список игр вручным способом. Просто все. Здесь встроенных 500 игр и пошел нафиг с Новым Годом. Ничего нельзя удалить и записать сюда нельзя. Это огромный, просто мощный минус. Дальше давайте пойдем по минусам. Смотрите, здесь есть выход. Вот смотрите, вот так давайте сделаем. Вот видите, тут даже подписано для особо одаренных. Это кнопка включения, это кнопка TV, то есть выход аудио и видео на телевизор через тюльпаны. Да-да-да. Это зарядное устройство подключается сюда. Но это, соответственно, громкость прибавлять и убавлять. Но смотрите, прикол. Второй глобальный минус в том, что здесь нельзя подключать наушники. Это просто катастрофа. Просто нельзя. Даже если вы найдете переходник вот сюда, да, вставите наушники, он не будет функционировать правильно. Наушники работать тут не будут. Видите, здесь еще, между прочим, мини-джек. То есть есть мини-джек, да, а это микро-джек. Это даже не мини-джек. Вот. Вот это второй глобальный минус. Просто, если я захочу, например, поиграть вечером, да, после десяти, когда моя бабушка уже ушла спать, да, то я не смогу играть с музыкой. Потому что мне придется убавлять эту музыку. Потому что бабушка скажет мне, то есть наругает меня за то, что я, ну, слушаю свою дурацкую музыку на этом устройстве. Погнали дальше. Вот смотрите. Я сейчас включу это Г. Просто. Вот, вы слышите, идет какая-то мелодия беспонтовая. Здесь есть два варианта языка. Чиз, чинс и англиш. То есть английский и китайский. Ну, давайте включим английский, потому что он нам ближе всего. Мы хоть как-то там можем понимать что-то в зависимости от тех иероглифов. Смотрите, я могу иероглифом включить. Все, вы не поймете, где какая игра. Все, это темный лес. Давайте сделаем. Вот видите, reset. Кнопка для этого и существует. Сбросить. Да, выберем английский. Смотрите, 500 игр. Я так обрадовался, когда тут 500 игр. Даже вот эти минуса, да, там что. Наушники нельзя, там флешку нельзя. Я такой, 500 игр, ништяк, хорошо. Но, смотрите, прикол-то в чем. Вот здесь вот с самого начала добавлены какие-то более-менее хорошие игры. Там Contra, что-то там еще. Смотрите, вот листаем. Супер Марио, да. Кикмастер. Дальше. Адвентура, кстати, Исланд. Классная игруха. Очень хорошая. Я люблю играть. Ниндзя-черепашки. Отстойная. Это самая первая, самая стрёмная. Короче, ЧПДЛ. Все три части. Представляете? Дайбл Драгон. Да, видите. Дайбл Драгон. Там даже третья и четвертая есть. Тинни-Тун есть. Да. Ниндзя Гайден. Одна почему-то всего лишь часть. Баттл Сити. Танк. Тетрис есть. Да. Куда ж без Тетриса. Они там Тетрис этот засовывают куда ни попадя. Вот. Так. Что тут дальше? Все. Вот здесь вот, собственно говоря, хорошие игры заканчиваются. Вот. На чем они закончились? На сорок... На сорок восьмом числе. Закончились хорошие игры. Дальше пошла какая-то шляпа шляпная. Смотрите. Просто вообще шляпа шляпная. Вот это. Помните? Донки Конг, когда там обезьяну надо стрелять, чтобы она там заползала куда-то. Бомбермен, Ледерунер. Кстати, Ледерунер еще можно поиграть. Более-менее такая хорошая игра. Но на самом деле это не из элитных игр. Вот. Но еще прикол в том, что смотрите. Вот сейчас я листаю. Вот сейчас, сейчас, сейчас. Драгон. Смотрите. Драгон какие-то. Бейсбол. То есть это такая шляпа вообще. Просто. Вот. Бакс. Бакс. Вар. Бум. Бум. Кинг. Все. Это все. Это Пак Пак Ленд. Это такой отстой. Я тут уже немножко поюзал эту конитель. Но я вам скажу. Ни одной нормальной игры здесь нет. После 50-й цифры. Один отстой. Вот смотрите. Диамонт. Да? Вот например. Диамонт. Смотрите. Листаем дальше. Сейчас, 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 сейчас. Смотрите. Я просто листаю. И. Момент. О, смотрите какое название. Каратека. Я не знаю где они выкопали такие игры. Просто отстой парад вообще. Тут такая шняга шняжная. Я никогда в жизни не видел таких дебильных игр. Сейчас увидите. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас, подождите. Один момент. Я дойду до этого момента. Сейчас, подождите. Пак Пак Лэнд. Видите? Снова повторяется. Вот смотрите. И еще один глобальный недостаток этой говняной приставки в том, что здесь большая часть игр повторяется. Где-то 250 проходит игр. Потом все. Одно по одному. Снова повторения идут. Значит, получается, что здесь, да, 500 игр. Несомненно, они не соврали. Но эти игры здесь повторяются. То есть, где-то 250 игр, а все остальные, это уже повторения. Вот. Как такое вообще может быть? Почему нас с вами так обманывают? Товарищи, я вас убедительно прошу. Не покупайте это Г. Вот просто, знаете, тут, конечно, да, есть такой момент, что можно открыть вот этот отсек. Отсек. Такое слово интересное. Да. Видите, какая батарейка? Здесь можно батарейку, например, приобрести еще одну такую же. И у вас всегда в запасе будет такая батарейка. Ну, тут можно подобрать легко какую-нибудь бюджетную батареечку. Да. И вставить ее сюда, как запасной вариант. Но на самом деле, я очень разочарован в этом говне. Вот честно вам скажу, что я все, короче. Но, смотрите, у меня есть еще вот такая вот тема. Если хотите, чтобы я сделал обзор вот на эту вот приставку, пишите об этом в комментариях. Да, вы уже, наверное, поняли. Это Sega. Это Sega. Вот. Но пока что сделал обзор только на вот это, на G. Ну, все, собственно говоря, что я хотел вам показал, рассказал. Да, выглядит красиво. Какие-то тут такие штучки интересные, как будто, так, знаете, прям как будто прорезиненные штуки, не скользящие. На самом деле, такая же. Вот. Пластмасса. Просто пластмасса. Кусок пластмассы. Фуфло. Я даже раскрутил ее. Вот здесь вот раскручивал вот эти вот все гаечки, болтики. Посмотрел, что там внутри. Там еще страшнее, чем снаружи. Так вот. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Ну, и подписывайтесь на Морковкин ТВ, чтобы не пропустить новые интересные какие-то обзорчики. Оригинальные. Оригинальные обзорчики, чтобы не пропустить. И все. Мы увидимся с вами. До новых и до старых встреч. Пока-пока. Китайское говно. Не покупайте никогда его. Субтитры сделал DimaTorzok